О-о-о, девки-девки разошлись! О-о-о, наша первая драка! Ребята, а это только первая серия, ты посмотри, что происходит, они задрались. А как все остальные реагируют на то, что тут происходит? Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Телекоплей! У нас, наконец-таки, начинается четвертый сезон топ-моделей по-сим-симски! Вы очень этого ждали, а я очень постаралась в этот раз подготовиться. И максимально я постараюсь изменить это шоу так, что будет вообще что-то новое. И я надеюсь, что вам это новое еще больше понравится. И мы будем еще больше ждать новый сезон топ-моделей. У нас, как всегда, семь девочек и одна ведущая Ака-фотограф. Посмотрите на вот этих вот прекрасных дам, и пока что можете поставить видео на паузу и написать в комментариях, как вы думаете, кто из этих девушек ведущая этого сезона топ-модели по-сим-симски. Ну а еще, конечно же, не забывай поддержать меня лайком, мне будет очень приятно. А если ты не подписан или не подписана, то подпишись по-братски на канал. Я очень мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь стукнул один миллион подписчиков на этом канале. Я считаю, что мы это с вами заслужили, потому что мы стараемся и работаем каждый день, не покладая рук вот уже на протяжении как почти что двух лет, а то даже и больше. Ну а мы давайте начинать и знакомиться с девочками и с их новым домом. Знакомьтесь, ребята, это наша ведущая Беатрис. Она немного похожа на Анжелину Джоли. Я думаю, что вы приметили это сходство. Так как она ведущая, то иногда она будет разговаривать с девочками о том, какое испытание их сегодня ждет и что они будут делать. И я думаю, что сейчас Беатрис нас познакомит с девочками, которые живут в этом доме. Да, Беатрис? Она такая, да, похрен мне на все. Итак, ребята, предлагаем вам познакомиться с нашей первой участницей, которую зовут Мария Стерва. С ней сейчас общается наша ведущая и что она просит, как вы думаете? Я думаю, что наша ведущая просит следующее. Привет, Мари. Не могла бы ты, пожалуйста, рассказать нам немножечко о себе? Да, конечно, я себе расскажу. Всем привет, меня зовут Мари. У меня очень сложный характер, поэтому подражиться со мной будет очень непросто. Я максимально вредная девчонка и сейчас я собираюсь сломать туалет. И я считаю, что должна победить именно я, потому что я самая лучшая из этих девчонок. Ну что, мои дорогие зрители, только что мы узнали, кто же такая Мария Стерва. Стерва, давайте приступим к следующей девочке. Знакомьтесь, это Адель скромная, очень скромная, но милая девушка. Адель, не хочешь ли ты нам рассказать немного о себе? Совсем чуть-чуть. Нашим зрителям будет очень интересно узнать именно о тебе. Да, конечно, я расскажу сейчас о себе. Надеюсь, это не слишком кринч. Будет на монтаже норм. Меня зовут Адель. И я, как уже вы поняли, очень скромная. Но из-за этого я точно самая милая. Хоть я и выгляжу достаточно скромно, но я очень часто за собой ухаживаю и обязательно слежу за собой. Мое любимое занятие это читать книги, что, собственно, сейчас я и собираюсь сделать. Следующая девочка, с которой мы с вами познакомимся, будет Наташа Раша. Наташа, расскажи, пожалуйста, о себе. Я Наташа и я из России. Я первая модель, которая попала сюда из России, представляете? Поэтому у меня такая фамилия. Я русская красавица и именно я должна победить. Не спрашивайте, почему, Наташа. Потому что так захотела Тилька. Я хочу победить, чтобы жить в классном доме, желательно в пентхаусе, чтобы было классно. И мне кажется, я идеально подхожу под модельный бизнес. Понимаете, о чем я? Я очень люблю плавать в свободное время. И мне не важно, какая погода на улице. Главное, что я плаваю. Правда, сейчас вода немного холодновата, поэтому я выйду. А еще я всегда хотела научиться играть на пианино. Но у нас пианино в России не было. Это слишком дорогое удовольствие. Поэтому я очень рада, что пианино есть именно здесь. И я могу в перерывах между фотосессиями играть на нем. Ой, ребят, если вы испытываете дикий крин, что извините. Я максимально старалась сделать это прикольно. А теперь мы с вами познакомимся с Ким Стильной. Это самая стильная девочка проекта. Да, все верно. Это я. Я обожаю макияж и все, что с ним связано. Я постоянно его делаю в любой непонятной ситуации. Я читала модельные книжки, когда мне было еще пять лет. Именно поэтому я такая стильная и красивая. Я считаю, что ни одна девочка не сможет выглядеть так красиво, как и я. Ведь я Ким Стильная. Самая классная красотка этого проекта. Давайте поприветствуем еще одну участницу. Это Лара Секси. Привет, Лара. Расскажи нам немного о себе. Всем интересно узнать, кто ты такая. Ну, я, как уже сказали, Лара Секси. И эта фамилия меня оправдывает, не так ли? Да, ты та еще булочка. Такая горячая и сочная, как запеканка бабушки на завтрак. Да, это именно про меня. И я не такой еще могу. Я смогу вас удивить. Вот, увидите. Сейчас я покажу свой самый главный талант. Только подождите пять секундочек. Я немножечко веселая и слегка сумасшедшая. Я люблю творить безрассудство, быть веселой и в то же время сексуальной. В то же время я слежу за своей фигурой, потому что я должна поддерживать статус секси. Я не боюсь сложностей, поэтому именно я должна победить на этом проекте и в этом сезоне, чтобы осуществить свою мечту и стать популярной. А сейчас мы познакомимся с нашей следующей участницей. Это Ёши Вредная. Кто вообще сказал, что я вредная? Я очень даже милая. Ну и что, что я вредина? Зато смотри, какая красивая. Кажется, нас немного проигнорировали. Даже не знаю, как на это реагировать. Сразу видно, кто здесь настоящая вредина проекта. Знаете, а я себя не считаю совершенно ни капельки вредной. И вот эти ваши предъявы, они совсем никому не нужны. Я милая и самая няшная девочка проекта. Поэтому я должна победить. Понятно? Не понравилось ей, что я ушла. Лучше выпейку кофейку. И последняя девочка нашего проекта это Эли Простушка. Да, здравствуйте, это я. Я максимально простая, но я намерена победить. Потому что я борец по жизни. Понимаете, о чем я? Пусть я и проигрываю другим девочкам в стиле, но я все равно буду стараться быть самой первой и показаться на все сто. Конечно, мы тебе верим, Эли. У тебя все получится. Расскажи немного о себе нашим зрителям. Я люблю немного петь. Правда, мне говорят, что мне медведь наступил на ухо. Но я в это совершенно не верю. Я считаю, что я прекрасно пою. У меня совершенно нет вредных привычек, кроме как пузырительный аппарат АК Кальян. Но как от него устоять, когда он такой красивый, резной и заводной? Ну а теперь, ребят, когда мы с вами познакомились с девочками, надеюсь, вам понравилась такая, скажем так, вступительная часть, где мы очень нестандартно ознакомились с девочками. И теперь знаем, кто чем занимается и кто вообще что из себя представляет. Предлагаю нам с вами посмотреть и на дом, и распределить, где какие девочки будут спать. Потому что спален у нас не так уж много. А вот эта комната, в которой сейчас курит Эли, будет, конечно же, вип-комнатой, в которую будут попадать только избранные девочки. Так как у нас в этом сезоне есть ведущая, ведущая как раз-таки и будет показывать наш дом. Я покажу лишь только дом снаружи, как он выглядит. Вот такая вот, скажем так, внутренняя сторона, а вернее, внешняя сторона дома. У нас есть небольшой садик, где девочки смогут, если вдруг захотят, что-то выращивать. А что, мало ли проснется в ком-то садовод. Есть бассейн, в котором плавала Наташка, морская черепашка. Как вы видите, отсылки такие в бассейне прикольные. С другой стороны у нас, типа, на таком импровизированном заднем дворе есть гриль, столик, фонтанчики. В общем, в принципе, красиво, миленько и хорошо. Ну, а теперь давайте сюда телепортируем нашу телеведущую. А вернее, ведущую нашего Sims Reality. И она покажет нам, что есть в этом доме. Так, хватит там делать барменский свяк. Нифига себе, ты что творишь? Давайте смотреть. Вот мы заходим в дом наших моделей. В этот раз я сделала максимально простой дом. И дальше вы поймете, почему. Это комната, в которой тусят все девушки. Основная комната. Тут есть у нас телевизор. Музыкальный аппарат с музыкой. Кухня, как вы уже смогли заметить. Ну и, разумеется, штучка, чтобы делать коктейльчики и немножечко побухивать. Девочки, в принципе, здесь, как всегда, общаются друг с другом. Вот и, собственно, все. Это основная комната. И есть еще две комнаты на этом этаже. Одна из них это спортзал, в который мы сейчас с вами сходим. Вот так вот выглядит этот спортзал. Тут есть проход тоже на улицу. Несколько тренажеров. Две беговые дорожки. Один такой силовой. Ну и, конечно же, для йоги, чтобы девочки могли заниматься йогой. Ну и, конечно же, зеркало, чтобы видеть, как ты бежишь. Красиво или не очень. Здесь у нас туалет. Я буду его показывать без ведущей. Как бы туалет, туалет. А, и вот еще одна комната, которая есть на этом этаже. Это как раз-таки спальня девочек, в которой будут спать две из наших участниц. Вот такая вот получилась какая-то коричневая комната в стиле лофт. Надеюсь, что вам нравится. Наша ведущая даже решила здесь посидеть. И, видимо, пошушукаться с Элли. Так, и что вы хотите, Элли? Что-то она мне рассказывает. Говорит, мне так нравится этот дом. Я хочу, не знаю, в какой комнате даже остановиться. И наша ведущая такая, так, понятно, я пошла отсюда нахрен. Так, к ней подошла теперь Наташка. Наташка тоже начала к ней подкатывать что-то. Что-то все хотят от нашей ведущей. Но, знаете, наша ведущая должна показать нам экскурсию по дому дальше. Пойдемте с вами вот сюда смотреть следующую комнату. Извини, Наташка, мне пора. У нас есть второй этаж, как вы уже поняли. И вот эту комнату вы уже видели в приветствии девочек. Это еще одна такая зона, где можно почилить и отдохнуть. Здесь у нас есть пианино. И просто такие диванчики, на которых можно посидеть. Еще одна комната. Здесь у нас целых три комнаты. Там находится ванная. Вип-комната вот здесь. И тут обычная комната. И тут тоже обычная комната. Пойдемте в первую обычную комнату. Посмотрим, как она выглядит. Заходим в нее. И вот так вот выглядит первая обычная комната. Она получилась какой-то голубоватой. Здесь тоже две кровати. Есть макияжный столик. В принципе, кто-то из девочек будет здесь жить. Правда, пока не знаю кто. Самая простая комната в этом доме. Я считаю, комната почти что для бомжей. Это вот эта вот комната. Потому что здесь двухъярусные кровати. Тут прям все максимально не модельно. А чисто, чтобы народ тут мог спать. И все. Ну и последняя комната. Это вип-комната, в которую смогут попадать только истинные девочки. Которые отличились на фотосессии. Либо на заданиях. Это вот такая вот комната. Здесь есть двуспальная кровать. Компьютер, на котором девочки смогут, естественно, пообщаться со своей семьей. Которую они могли очень давно уже не видеть. И давно не общаться. Так что, вот так вот. С девочками мы познакомились. С домом тоже познакомились. Давайте по классике посмотрим, кто чем занимается. Ведущая, понятное дело, стоит и ничего не делает. Она типа такая просто здравствуй, просто как дела. Чем занимается Мария Стерва? Общается с другими девочками. Короче, все девчонки решили друг с другом пообщаться. Кроме Наташки. Наташка решила принять ванную. Наташка оказалась самой чистоплотной барышней. Которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что там девочки общаются снизу, она решила помыться. Настоящая русская баба, которая не хочет ни с кем говорить, а просто пошла угрюмая принимать в ванну и намывать свои телеса. Видимо, она очень грязная и очень сильно испачкалась. Ведущая внезапно решила подработать барменом и разливает всякие напиточки. Возможно, она решила устроить небольшую приветственную вечеринку для девчонок. Давайте предложим им выпить. А что? Пусть все попьют все, что тут есть. Кто на первом этаже у нас находится, те пусть и пьют. Ну что, ребята, посвящаем всех моделей, собственно, в наше модельное агентство. Посмотрите, как у нас тут радуется наша ведущая. Она такая смотрит, сколько у меня здесь красивых, хорошеньких девчоночек собралось. Все что-то от меня хотят. Что-то девочки там уже ругаются. Непонятно почему. О-о-о, что-то реально все что-то разругались. Даже половина решила почему-то уйти. Ну, у всех как бы разные характеры, поэтому конфликты тут неизбежны. Что-то наша стервочка пересаживается с места на место. И что-то она очень так смеется. Чего ты так смеешься? Страшно. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Что-то она реально свою жопу с места на место сажает. Ну, а так, в принципе, ничего такого сверхъестественного не происходит. Так. Э, смотри-ка, она кричит. Она такая говорит, слышь ты, не стой на моем экране. И говорит, у нее трусы в сердечко. Она что-то реально на нее начала наезжать. Ты прикинь? Она говорит, я хочу писать. А это такая, ты не будешь писать. Я буду над тобой глумиться. Слушайте, Мари стерва прям настоящая стерва. Она что-то опять докопалась до ее бедных несчастных трусов. Они реально срутся. Я не знаю. Ну, как бы сошлись две противоположности. Скромная и стерва. Ну, она подтверждает свой статус. Она выключила телевизор и такая ушла. Смотри, как высокомерная. Типа такие, все, сучки, пошли нафиг. И Ким такая сидит, такая, ну, я просто пью. Я не влезаю в ваш конфликт. Я самая классная здесь. О, тоже прижала. Ладно, девки поняли, что общаться постоянно не вариант. Надо ходить и писать. Это что здесь такое сейчас было? Только что увидели? Это что это? Она жопкой дергала? Ну-ка, покажи еще раз. Там сообщится ты наша. Наташка решила приготовить еду. Ну-ка. Что Наташка делает? Какие-то кебабы. А, Наташка делает шашлык. Типичная Наташка. Она делает на всех шашлычок. Смотри. Ого. Ой. С пола. Наташка, ну ты что? Ну, я говорю, максимально простая барышня. Наташа from Russia. Что ты хотела? Да, она реально сделала какие-то шашлычки. Ты других девочек позовешь кушать или нет? Это когда они обойдутся, типа без них. Давайте посмотрим, кто теперь чем занимается. Стерва танцует. Адель писает. Наташка стоит. Ким смотрит на картину бабочек. Возможно, она хочет, чтобы ее отпустили. Она была свободна. Либо ей нравится просто белый цвет. Так. Лара Секси смотрит телевизор. Или простушка. Просто сидит. А Ёши стоит. Тоже ничего не делает. Но бывает. Ой. Ким, бедная, еле сейчас донесет. Смотри, как она скукожила свою жопу. Наташка наложила себе покушать. Главное, что о себе позаботилась. А остальные не важно. Главное, что ей вкусно. Она смотрит какой-то пинг-понг по телевизору. А все остальные голодные. Вот так вот. Да, девочки, приветик. О, ведущая тоже решила отведать Наташкиной ховчонки. Интересно, понравится ей? Ну, по запаху вроде бы она говорит, что пахнет сносно. Ей понравилось. Но это замечательно, что если ей так понравилось. Это значит, что все классно. Наташа добрый персонаж. Добрый персонаж хотят улучшить мир и счастливы, когда окружающие персонажи счастливы. О, да ты же Наташа такая сладенькая. Типичная Наташка. А потом об нее все ноги будут вытирать. Эх. И Наташка такая, все, я ухожу с проекта. Спасибо. У нас тут опять начались внезапно выяснения отношений. Я не знаю почему, но нашей девушке-стерве Мари не нравится совершенно Адель. И она почему-то до нее прям реально докапывается. Ты посмотри, она на нее прям орет. Она до нее вот прям вот реально такая типа, ты мне не нравишься, ты уродливая. Понятно тебе? И она, посмотри, она такая грустненькая. А все стоят и смотрят, да? Все такие типа, да, мы телевизор лучше посмотрим, да? Типа, что нам? Телевизор и телевизор, да? Реально, все такие смотрят телевизор вообще всем норм, да? О, о, девки, девки разошлись. О, наша первая драка. Ребята, это только первая серия. Ты посмотри, что происходит. Они задрались. А как все остальные реагируют на то, что тут происходит? Ну, все переживают. Ведущий так вообще в шоке. Она думает, да, господи, что здесь происходит? Какого хера? Она говорит, кто же победит? Наташка такая, дааа. Как в России лучше дерутся? С медведями. Кто выиграл? Я не поняла, кто выиграл, но реакция всех была явно понятна. И теперь они такие, ну что, классно я тебе жопу надрал. Она такая, пошла нахер, коза драная. Я тебе жопу надеру. И она такая, да что ты, я буду максимально милой с тобой, маленькая коза. Потому что я скромная. А скромность побеждает, понятненько. Все такие смотрят, типа, как ни в чем не бывало. А я такая, пошла нафиг, коза. Миленькая она решила тут быть. Ну, в общем, ребят. Вот такая вот у нас получилась серия. Пишите, кто вам из девочек приглянулся, кто вам понравился. Можете писать также в комментарии предложение по поводу фотосессии, которое будет самое первое и самое первое задание, которое тоже будет на этом проекте. Ну, а еще пишите, как вам понравилось или нет. Вот это вот моя новая интерактивная такая штучка, которую я сделала в самом начале. Я пытаюсь найти моду, чтобы они сами все это говорили. И мне не надо было импровизировать. Но посмотрим, получится или нет. В любом случае, мне будет приятно, если ты поддержишь меня лайком. И если не подписан, то подписывайся на канал. А мы с тобой скоро увидимся, так что на новых встреч и пока!